Слоение электролита. Такая интересная особенность аккумулятора, которая начала происходить, когда какой-то дяденька прочитал книжечку про аккумуляторы и сказал, что ребята, вы в курсе, что когда вы заряжаете аккумулятор или его эксплуатируете в автомобиле, в транспорте, что у вас со временем происходит расслоение электролита. Мне интересно, во-первых, в каких направлениях, вот так он происходит, разделение в банке аккумулятора, расслоение, вернее, ну да, разделение, расслоение на воду и на кислоту, либо вот так происходит. И второй вопрос, если вы, конечно, об этом думали, а когда вы движетесь на автомобиле, вот эти вот встряски, торможения, ускорения и вот это плески электролита в батарее, они не приводят к тому, чтобы это обратно смешалось? Очень интересно. Во-вторых, давайте посмотрим такую вещь, когда аккумулятор заряжается. У нас с вами работает что? Только та часть пластины, которая, соответственно, у нас слой чего? Воды или слой где-то там кислоты. Какая часть из этой пластины работает? Там прям по аккумулятору, когда мы его разбираем, прям видно, что ли? Прям вот так пополам, одна черная, другая светлая, типа одна в сульфате, другая у нас отработанная и начинает рассыпаться. Да нифига подобного. Расслоение электролита – это один процесс, который переходящий в другой. То есть не просто так у вас теряется плотность электролита, да, соответственно, кислоты становится меньше, воды становится больше. Куда кислота девается? Она поглощается, ну, то есть уходит в пластины. Она поглощается при химической реакции в пластины. Соответственно, если вы поглощаете пластины, то есть подключаете нагрузку большую, кислота поглощается пластинами быстрее. Заряжаете большими токами, кислота, соответственно, повышая плотность, выходит и смешивается с водой дистиллированной, тем самым у вас получается плотность электролита, которая была изначально. Мне кажется, большое заблуждение людей вгонять одних людей и других людей вгонять в заблуждение, я не знаю, когда говорят, что вот у вас плотность потерялась из-за того, что у вас там расслоение. Да какое настроение, расслоение может возникнуть в аккумуляторе, который в исправном состоянии, эксплуатируется как надо, вовремя заряжается, никаких проблем там нет. Самый простой способ увидеть то, что аккумулятор реально работает, он именно так, это обратить внимание, внутрь засветить и посмотреть, если у вас аккумулятор, ну, пластины достаточно далеко друг от друга, да, например, без сепаратора. С сепаратором это сложно увидеть, но находится он, например, без сепаратора и аккумулятор у вас такой, знаете, беленький, то есть вы можете его по бокам подсветить и увидеть, что в процессе заряда, когда выделяется с пластин водород, таким мелкие-мелкие пузырьки, то есть идет химическая реакция. Так вот, она протекает по всей площади пластины с двух сторон. И получается, что когда у нас пузырьки эти снизу поднимаются вверх, или с середины вверх, или сверху вверх, то есть у нас с вами автоматически происходит как бы смещение жидкости в ту сторону, куда уходят эти пузырьки. Ну, блин, простым языком при заряде у нас происходит с вами смешение электролита, то есть он начинает вот так вот по банке циркулировать. Не может быть никакого расслоения. То есть простыми словами, что такое расслоение? Это не когда у вас делится кислота на воду, а когда из жидкости выделяется кислота, ну, то есть из электролита выделяется кислота, и, соответственно, кислота у вас переходит в пластину, здесь у вас образуется в банке вода. То есть слабокислотный раствор, больше концентрация кислоты переходит в пластину. Чем глубже вы разряжаете аккумулятор, тем больше кислоты переходит в пластины. Возникает через какое-то время сульфат, от которого уже не избавиться. То есть когда кислота проникает в пластину, она начинает ее разъедать, как, я не знаю, как это назвать, этот процесс. Но это просто абзац говорит, что в банке аккумуляторной, если у вас низкая плотность электролита, значит у вас, во-первых, не произошло расслоение электролита, значит вам необходимо одолеть кислоты, значит вам необходимо там заряжать слабыми токами для того, чтобы это смешалось. А как это смешается при заряде слабыми токами, если, например, часть пластины рассыпалась, а часть пластины, просто реакция из-за слабого тока такая слабая, что ничего там даже двигаться не будет. То есть оно будет двигаться, да, но сами подумайте. Когда вы вливаете 100 ампер в аккумулятор, ток, который протекает, соответственно, в пластинах, он будет больше, химическая реакция будет интенсивнее, электролит будет, соответственно, быстрее перемешиваться, просто быстрее перемешиваться, нежели вы будете подавать ток 1 ампер. Да, и реакция будет в 10 раз слабее или в 100 раз слабее, да, если 1 ампер, вместо 100 ампер, соответственно, в 100 раз медленнее у вас будет перемешиваться электролит. То есть в 100 раз медленнее у вас будет происходить химическая реакция высвобождения кислоты и увеличения плотности электролита. Вот так, наверное, красивее и правильнее будет звучать. То есть слушаешь, когда этот бред, понимаешь, что что-то ты в этой жизни не понимаешь. Я так скажу, если у вас плотность электролита упала и аккумулятор у вас, например, был, а это обычно происходит, когда аккумулятор изношенный, да, когда пластины осыпаются, то есть они уже не могут ни принимать, ни отдавать адекватно емкость. Тем самым, то есть часть кислоты осталась в пластинах и когда заряжают слабым током, только часть пластины начинает работать. Та, которая осталась живая в аккумуляторе, соответственно, говорить про то, что там расслоение, там нет никакого расслоения, там осыпание пластины, либо разрушение пластины идет. Соответственно, любое действие, будь то малым током, будь то большим током, приведет просто к тому, что аккумулятор просто сдохнет. А он уже труп. Он уже труп, когда вот емкость аккумулятора падает, вы хоть что делаете, емкость вы его не вернете. Потому что тут играет большую роль именно состояние пластин, качество пластин, толщина пластин. И тем, что вы туда дольете водички, тем, что вы туда дольете кислоты или повысите плотность электролита, вы просто ускоряете процесс и уменьшаете время жизни того, что там осталось. То есть то же самое касаемо АГМ гелевых аккумуляторов. То есть там изначально все по-русски, оно сделано так, чтобы вы этим пользовались, потом выкинули. Если вы пользуетесь этим неправильно, вы выкинете раньше. Если вы пользуетесь этим правильно, вы выкинете это позже. Ну как выкинете, пойдете сдадите. А вот тут еще интересный вариант. Когда аккумулятор АГМ либо гель выходит из строя, многие доливают водички. Водичка, соответственно, якобы тоже должна перемешаться. Вот это все, вот это лабудень. Опять-таки, ребят, если у вас аккумулятор потерял емкость, это значит то, что пластина рассыпалась. Если вы визуально видите, даже залезли, там крышечки клапана эти сняли, залезли, посмотрели в банку, у вас вот они, пластины вроде целые. Это не значит, что когда вы банку распилите, вот эти плюс от минуса отделите, у вас плюсовые останутся целыми в идеальном состоянии. То есть это 1%, наверное, на 100%. Что возможно такое, что там может быть по технологии ошибка, либо где-то в теплом месте стояла. Но опять-таки, в большинстве случаев необслуживаемая батарея выходит из строя только тогда, когда она уже не дает признаков жизни и просто она труп. Так что ни о каком расслоении электролита в аккумуляторах быть не может. Самый важный параметр, который стоит учесть, это правильный цикл заряд-разряд аккумулятора и, соответственно, правильно его эксплуатировать. Вот если вы правильно его эксплуатируете, соответственно, у вас аккумулятор прослужит столько, сколько он может. Не столько, сколько написано у него там в паспорте или в гарантийном талоне, а именно столько, сколько он может по своему техническому состоянию. Выше этого он не прыгнет. Те ГОСТы, которые придуманы в советское время, они не относятся ни к аккумуляторам российского производства, ни к аккумуляторам из Китая, ни к аккумуляторам из Германии, Арабских Эмиратов, ни откуда они не относятся. У нас в России делаются аккумуляторы, ну, кроме Тюмени, да, может там еще какие-то есть, они появляются. На каком они оборудовании делаются и где берутся комплектующие, это раз. И во-вторых, на российских аккумуляторах, именно которые в России используются, то есть производятся, у них должен ГОСТ этот быть написан. Не надо не придумывать какой-то себе ГОСТ. Он на них написан, и вы можете по нему почитать про конкретный аккумулятор. Опять-таки, то, что там написано в паспорте, относится к идеальным условиям, которые проводятся испытания в лабораторных условиях. Никак не в Якутии, то есть где-нибудь на севере, да, не так как более в теплых странах. То есть это как бы проходит в лабораторных условиях. Это примерные данные, которые могут быть не дотягивать до тех значений, либо перешагивать их. То есть тот аккумулятор, который вы купили сегодня, короче, время жизни аккумулятора будет в районе, например, 5 лет. Это значит, что тот аккумулятор, который вы купили, сможет прослужить в таких же условиях, которых были в лабораторных, примерно 5 лет, а если повезет и более. То есть если у вас не случится, если у вас стоит аккумулятор на авто, не сдохнет генератор, вы его не разрядите в ноль. Все, это сразу вы подписали себе смертный приговор аккумулятору. То есть вы разрядили в ноль, циклы, например, у аккумулятора уменьшились, плюс вы его вовремя не дозарядили, то есть долго тянули с этим. У аккумулятора пластины начинают разрушаться, потому что не произошло расслоение электролита в аккумуляторе, а именно то, что аккумуляторная батарея с вами потеряла плотность. То есть у нас в банке вода, кислота в пластинах. Кислота в пластинах чем дольше находится, тем сильнее разрушает эти пластины. Вот вам и все. Никакой ГОС, никакая доливка воды, никакие танцы с бубном вам не помогут. Конечно, если пластина в идеальном состоянии, еще решетка целая, вы можете, аккумулятор нормально заряжая, увеличить плотность батареи при помощи обычного заряда. То есть и кислота перейдет обратно в электролит. То есть вы можете это сделать, и все будет чики-пуки, но все равно пластины повреждены. То есть я не знаю, как это написать. Вот он мне вкрутится в голове. Но вы поймите тоже правильно. Аккумулятор – это аккумулятор. Это не чудесное устройство, и оно не вечное. Это устройство, которое работает в агрессивной среде. У него имеется определенный срок жизни, который зависит от условий эксплуатации. Если вы думаете иначе, ну, вы глубоко ошибаетесь. К сожалению, если вы думаете, что аккумулятор сможет как-то реанимироваться слабыми токами, либо переполюсовкой, вы тоже, к сожалению, ошибаетесь. Я проводил подобные эксперименты. Я получал, да, положительный эффект, но он был короткий промежуток времени, и об этом я тоже рассказывал и снимал. То есть я это проделал, удивлялся, восхищался, радовался тому, что не выкинул аккумулятор. Но процесс, который начинает происходить в аккумуляторной батарее, химически, он происходит разрушительный, гораздо быстрее. При каких-то неправильных действиях, то есть переполюсовке, либо же при недолжном токе заряда. То есть при превышении напряжения то же самое. Соответственно, чем выше напряжение, тем сильнее вы убиваете аккумуляторную батарею, и толком от этого вы никак не просто не увеличите ее срок жизни. От того, что вы будете на колесе, не знаю, прыгать быстрее, там, или прыгать выше, то есть у вас колесо новым не станет. Если вы колесом наехали на каку, то есть от того, что вы там начнете ее гладить, она чище не станет. Вот я вам так скажу. Я не знаю просто как уже рассказать вам на каких пальцах про эти аккумуляторы. То есть это вещь такая. Самое главное правильно их эксплуатировать. Если вы правильно эксплуатируете, батарея прослужит долго. Если вы эксплуатируете как попало и придумали себе что-то там, и батарея у вас уже умерла, вы просто тратите свое время. И все. Хотите тратить свое время? Тратьте, верьте в подобные видеоматериалы, верьте подобным людям, которые не разбираются в этом, либо которые говорят, что они профессионалы, и вам помогут совершить чудесным образом, махнув там каким-то пальцем, либо каким-то другим органом, и тем самым ваша аккумуляторная батарея станет новой. Не станет она новой. Она работает в агрессивной среде. Агрессивная среда только разрушает. Она не может вам ничего по щучьему велению сделать. К сожалению, это так. На этом я прощаюсь с вами. Думайте головой, экономьте кошелек. Всем удачи, всем пока.